Здравствуйте! Мы начнем с просмотра решения некой домашней задачи про карту подземелья Точнее мы посмотрим сначала размер теста, последнего, да? Давайте посмотрим, какой он. О, видали? В нем 20 тысяч строк. Вот. Восьмой еще больше? Сейчас посмотрим, может быть. Нет, в нем все 10 тысяч строк, но, если не ошибаюсь, вот тот, который 20 тысяч, он случайный, а тот, который 10 тысяч, он чуть ли не кольцевой. То есть вот такой вот. Вот. Сейчас давайте посмотрим. А, ну да, значит, какие там были еще задачки. Значит, относительно подземелья. Давайте посмотрим, как, ну, например, как устроено мое решение. Я не уверен, что оно самое лучшее, но почему бы и нет. Почему бы и нет. Так. Ну, вот оно. Вы будете смеяться, но это все. Вот. Смотрите. Мы сначала вводим, вводим вот эти наши парочки, да? Идея стоит в том, что у нас парочки вводятся через пробел, а два последних числа, в смысле два последних названия, это просто название входа и выхода. По этой причине мы можем вполне организовать цикл до тех пор, пока пробелы есть, значит, это парочки, а когда пробелов нет, то это будет импульс. Вот. 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 Вот когда мы внезапно ввели нечто, в чем нет пробела, то это уже будет вход, а последняя строчка и выход. Вот. Вот весь ввод. Как видите, почти половину решения занимает ввод. Вот. Обратите внимание, почему половину решения занимает ввод. Потому что я стою в словарь, в котором содержится множество достижимых из данного места лабиринта комнат. То есть индексом являются имя комнаты, а содержимым является множество достижимых комнат. Кстати сказать, там в некоторых примерах есть перекрытие, то есть там есть повторяющаяся информация, вот это все. Опять-таки, если вы не использовали множество, а использовали списки, возможно, вы на этом погорели. Потому что поиск под множеством работает гораздо быстрее, чем поиск по списку, ну и так далее. Вот. Значит, поскольку у нас по условию достижимость двунаправленная, то есть если из комнаты А можно попасть в комнату Б, то есть из комнаты Б можно попасть в комнату А, то приходится добавлять оба варианта. Да, значит, в список достижимых, в множество достижимых из комнаты ФРОМ добавляется комната ТУ, а в множество достижимых из комнаты ТУ добавляется комната ФРОМ. На выходе у нас получается словарь, в котором для каждой комнаты известно, куда можно попасть из нее. Вот. Дальше у нас традиционный обход, традиционная задача обхода лабиринта, просто вот традиционней некуда. Я, по-моему, даже ссылаюсь на свою статью на эту тему, если не ссылаюсь, надо соснаться. В общем, что мы делаем? У нас есть так называемый план разведки. Это те комнаты, которые мы хотим посмотреть, на предмет того, нельзя ли из них попасть в выход. Вот. И поначалу в этот план включен только вход. Вот. Пока у нас есть еще комнаты, в которые мы хотим заглянуть, выполняется очень простой алгоритм. Мы, во-первых, собираем все достижимые комнаты из тех, которые у нас есть в плане, вернее, из их соседей. Да? У нас есть в плане комнаты, которые хотим мы посмотреть. Мы заглянем в каждую из этих комнат и составляем множество тех комнат, которые достижимы из них. Вот оно. Оно называется New. Это новый план разведки. Все комнаты, которые достижимы из тех комнат, которые мы хотели посмотреть на очередном шаге. Вот. Дальше что мы делаем? Дальше мы описываем. Да. Значит, в РЕС мы храним множество всех комнат, которые мы уже посмотрели. Потому что в них заглядывать не надо. Мы там уже были, мы все знаем про них. Ну вот. Ну и, наконец, настоящий план разведки – это, собственно, все комнаты, в которые мы заглянули из текущих, минус те, в которых смотреть уже не надо. Все. Если этот цикл, значит, этот цикл заканчивается, когда мы больше не можем, вот когда в результате вот этого вычитания у нас получается пустой план. То есть все комнаты, в которые мы могли посмотреть, мы в них уже посмотрели. Вот. Соответственно, план пустой. Мы вывалились. Теперь, внимание, вопрос. Есть ли в комнатах, в которых мы уже посмотрели, выход? Если есть, то все хорошо. Если нету, то все плохо. Вот и вся. Вот и весь алгоритм. Он, как видите, активно использует понятие множества и понятие словари. Не зря эта задача давалась по теме множества и словари. Вот. Фишка состоит в том, что всякие вот эти вот теоретики множества и операций, они достаточно дешевые. Вот. И программа, как видите, вместе со вводом занимает, ну тут, 15 строк. Такая вот картина. Если вы пользуетесь, например, списками для хранения, не исключено, что в этом ваши проблемы, просто потому, что поиск по списку работает линейно, а не близко к констанции. Вот. Можно попробовать заимплементить вот это, между прочим. Не самая плохая идея. Мне кажется, тут все достаточно прозрачно. Какие у нас еще были эти домашние задания? Кто помнит? Ну там ничего интересного в этой далекой галактике. Ну правда. Ой. Что это было? А, это броузер включился. Вот и все решение. Ну, это мы определяем, извините, расстояние, точнее, квадрат расстояния. Зачем брать из него квадратный корень, если оно и так расстояние? Вот. Вот мы... Задаем карту. Эта карта, собственно, и действует в чем? У нас есть уникальный идентификатор нашей галактики. Это координаты. Имена не одинаковые, как видите, по условию. А координаты одинаковые. Значит, индексом, ключом нашего словаря будет кортеж этих координат. Ну и все. Вот это мы задали карту. Дальше мы просто... Ну тут я решил немножко, видите... Я поленился писать цикл в столбик. Написал его в строчку. Берем пары по всем... По всем этим самым координатам. Я даже поленился писать этот самый... Ну, два вложенных цикла, чтобы один был под нас, что другое. Видите, просто если у нас и меньше ж, значит, индекс соответствующий, то мы берем такую пару. А если больше, то не берем. А дальше я вызываю функцию максимум, которая в качестве сравнения вот таких пар вызывает функцию фар. Которая, собственно, и определяет расстояние. Все. Дальше нам выдается вот эта пара максимальная. Мы ее еще, ну, сортируем. Потому что у нас было... Помните, в афаидном порядке надо выводить эти имена. На этом все. Вот. То есть я даже не могу сказать, где тут, ну, суть этого решения. Тут ее нет. Сути. Потому что, ну, я сделал то, что было написано в условиях задачи. Да? Я определил функцию сравнения. Я определил карту, в которой индексом являлись уникальные идентификаторы наших звезд. Да? И я среди них нашел максимальную. Ну, и все. Такие дела. Вот. Мне кажется, вот это не обязательно. Оно бы и так работало. Ну, так как просто в половину меньше. Вот. Станет. Поскольку цикл все равно двойной, то, наверное, наверное... Ну, у нас функция фар будет в два раза меньше вызываться. Вот ради чего этот ив сделал. Он не будет вызываться, если это условие не выполнено. Это же просто последовательности, да? Последовательность. И же это такие последовательности. Это координаты звезд. Ну, собственно, вот. Что еще там было? А, вот. Вот с этим была... А, это мы вообще на прошлый раз разобрали? Или нет? Как называлось? А, Москопулер. Да. Там, по-моему, тоже ничего нет. Ну, вот. Верьте мне, когда я говорю, что... Все. Я же говорю, ну, эти все задачи простые. Там ничего нет. Ну, вот. Опять же, я сделал ровно то, что спросил. Да? Значит, взяли словарь. В этом словаре... Там единственное, что надо было вспомнить, что есть метод ловер, который преобразует слова в нижний регистр, потому что у нас по условию без учета регистра. Вот. Значит, словарь. У него ключом является слово, а значением является количество встречаемых этих элементов. Ну, и вот мы написали больше. Прибавляем единичку каждый раз, когда встречаем очередной элемент. Да. А дальше что делаем? Дальше какое-то мелкое извращение. Сейчас расскажу. Вывести, сколько различных слов встречаются в этой стране чаще всего. А, смотрите. Сколько штук различных слов, да? У нас есть... Все, я понял. Расшифровываю мелкое извращение. Вот это, это, собственно, значение. Счетчики слов. Вот это... Это и есть число, сколько раз наиболее частые слова встречаются. Осталось только посчитать, сколько раз это число содержится в счетчиках. Вот это, это счетчики. Да? Вот. Сделали из них тюпль, потому что по умолчанию это какой-то, какой-то итератор. И посчитали, сколько раз содержится максимум в этих счетчиках. Все. Это и есть количество слов, которые встречаются чаще всего. Вот. Я ни разу не покривил душой против условия. По-моему, я ровно то, что в условии написал. Да? Вот это вот значение, сколько раз, вот это максимально встречающиеся слова. А это поиск по всем вариантам, сколько штук таких слов было. Все. Вот все решение. Что еще было? Три квадрата, да? Вот это. Это в ней я сделал ошибку. Я там сейчас покажу. Ну, как... Черт. Ну, это, конечно, нельзя было показывать. Надо было нормальную программу написать. Не делайте так. Вот в этом месте я пропустил слово «рэнч». Просто пропустил его, когда сделано неправильное решение. И все работало. Ну, потому что это же последовательность. Только там, только единица и «м» было. Вот. Поэтому у меня было там 12 ответов. А у вас было 100, сколько там? 116, по-моему. Вот. Да. Значит. В чем идея? На самом деле, основную идею я, по-моему, уже излагал. Идея стоит в следующем. Надо сгенерировать множество всех вот этих сумм трех квадратов. Поскольку у нас максимальное значение ограничено, причем ограничено достаточно небольшим числом. Тут он вообще 100 тысяч, даже не миллион. В условиях, по-моему, миллион. Ну, в условиях миллион. Поскольку их, там, их не так много будет штук. Вы берете максимум. Из нашей последовательности. Берете из него, извините, квадратный корень. Ну, прибавляете к нему единицу для вязчей простоты. Получаете максимальное число, квадрат которого вам вообще интересен. Дальше берете, перебираете все квадраты. Все квадраты от единицы до этого максимума. Все квадраты от текущего k до максимума минус k квадрат, потому что у нас уже k квадрат есть. Это как в том анекдоте. Помните, сколько бегемотов влезает в холодильник? Ну, допустим, 6. А сколько крокодилов влезает в холодильник? Да ни одного. В него уже вы засунули 6 бегемотов. Так и здесь. Вы первое число берете из диапазона от единицы до максимума. А второе число берете из диапазона от первого числа, ну, потому что зачем нам разные перестановки одних и тех же слагаемых смотреть, до уже максимум минус k квадрат. Ну, а третье число берете в диапазоне от второго числа до максимум минус k квадрат и минус g квадрат. Получаете такой, в общем, переборчик кубический, но он несложный, потому что он довольно быстро затухает. Хуже всего, когда вот этот квадрат маленький. А дальше они там начинают пухнуть. Получаете это множество. То есть объем этого множества сравнительно невелик. Время его вычисления может быть велико, если там действительно миллион максимум. Ну, а дальше вы просто что делаете? Берете ваше входное множество, берете их пересечение, ну, и размерность этого пересечения. Все. Опять-таки, все решение это состоит в том, как составить вот это множество эффективным способом. Вот. Я, кстати, подозреваю, что если бы я тут написал настоящий цикл, оно бы медленнее работало. Может быть, дело в этом. Не знаю. Ну вот. Вот вам разбор домашнего задания. Теперь все-таки перейдем к сегодняшней теме. Она большая. Она зараза на три страницы у меня уместилась. Это очень плохо, потому что обычно я успеваю рассказать две страницы. Ну, сейчас посмотрим. Тут есть некоторое количество текста такого насыщенного. Может быть, дело и пойдет быстрее. Вот. Значит, я, собственно, сегодня весь день готовился к лерции, потому что вот этот вот кусок, вот этот вот кусок, считаю очень важным. Скажем так, меня взбесила попытка чтения википедии, и поэтому я решил написать, что я сам думаю на эту тему, и что это как меня учили. Значит, три кита объектно-ориентированного программирования – это инкапсуляция, наследование и паримафизм. Программирование называется объектно-ориентированным, а не объектным, потому что мы, наш язык программирования, он, как бы это сказать, поддерживает объектное проектирование сложных и сверхсложных программ. Вот поддержка объектного проектирования – Задача объектно-ориентированного программирования. На самом деле вещь идет об этом всем. О генерализации, разделении на объекты, выделение абстракции, выделение построения иерархии классов. Вот все вот это ерунды, которой с успехом занималась бандой четырех. Вот это все. А что об этом мы не будем говорить вообще? Иначе мы умрем. Целый семестр можно учиться объектному планированию. Наш язык объектно-ориентирован. Если он поддерживает вот это вот объектные планированные задачи, на нем его можно хорошо сделать. Считается, и я в общем с этим согласен, что для этого нужно три вещи. Первое. Это переход от традиционной схемы, когда у нас все объекты, все имена линейно расположены в пространстве имен, к схеме иерархической, когда у нас объекты представляют собой объекты, не классы, да, сами объекты, представляют собой иерархию, лежат внутри друг друга. Это называется инкапсуляция. В подавляющем большинстве языков программирования она реализована иерархией пространств имен. Ну, например, в питоне. Мы знаем, что в объекте содержатся другие объекты, и их имена в них еще другие объекты, ну и так дальше. Да? Вот. Почему это нужно для объектного планирования? Потому что, во-первых, мы можем вот этот вот бесконечный список наших объектов, которые используются у нас в программе, как-то категоризировать, составить из них какие-то иерархии, сказать, вот это такого класса объекта, это такого класса объекта. В них сделать еще какие-то, ну вот, короче, вместо линейки сделать дерево, категоризацию. Во-вторых, мы можем на уровне синтаксиса языка получить такой бонус, что когда мы обращаемся к объекту, который лежит внутри другого объекта, ну, то есть к полю, говоря нашим языком, да, то мы знаем, какого объекта это поле. И тем самым можем сделать всякие штуки, ну, например, помните, чем отличаются функции от метода, да? Функция – это функция, а метод – это такая функция, которая первым параметром автоматом от питона получает ссылку на тот объект, чья она метод. Ну, всякие такие плюшки в разных языках программированные по-разному поддерживаются, когда мы используем инкапсуляцию. Вот. Инкапсуляция позволяет нам реализовать наследование и параллиморфизм. Да, если бы не это, нам довольно сложно было бы это смоделировать, хотя, наверное, можно каким-то другим способом это сделать. Я сейчас не буду рассматривать какие-то общие теории. Что касается питона, ну, и большинства других языков, да, что инкапсуляция устроена таким образом, что иерархия пространства имен устроена таким образом, что у нас они записываются через точку, и то, что записывают через точку, одно считается принадлежащим другим. Вот. Не верьте Википедию, вообще не читайте Википедию на эту тему, потому что там писали люди, сильно прищемленные С++, и не то, чтобы там написана неправда. Там написан очень частный и очень запутанный случай правды. Пытаться понять все вот это, читая статьи в Википедии, это, в общем, себе дороже. Вот. Единственное, что стоит отметить, что словом инкапсуляция, инкапсуляция еще вдобавок называют способность ограничивать доступ к содержимым объекта и класса, к внутренностям кейсов. Вот. Я-то считал всегда, что это способ их организовать, эти имена, чтобы можно было аккуратно и знать, аккуратно иметь доступ к соответствующему объекту, который где-то там внутри лежит, и этот доступ получить. Но еще почему-то словом инкапсуляция означает ограничение этого доступа. То есть у нас объект как-то реализован, у него есть внутри какие-то поля, но мы вам не покажем. Вот. В Питоне такого нет вообще. Ну, вообще, идея мы вам не покажем, она как-то противоречит. Вот. Питонский диалог. Ну вот. Самое, что интересно, и мы с вами хорошо знаем, что в действительности все эти объекты – это просто словари. Самые обычные структуры данных типа словарь. Я, по-моему, показывал эту же идею. Вот у нас есть, допустим, какой-то объект. Да? Вот. У этого объекта есть какие-то подклассы. В смысле, какие-то объекты внутри него. А главное, у него есть волшебное поле дикт. Не показывал. Ну, значит, сейчас покажу. Который описывает все его поля, не являющиеся системными. Допустим, мы написали, ну, что-нибудь такое. Там, c.field равняется 100500. Как вы думаете, что сейчас c-дикт выдаст? А если мы напишем так? Знаете, что сейчас будет? Да. Вообще ничего тайного в питоне нету. Есть просто такой словарь. Он называется дикт. И вся манипуляция с пространствами имен... Ну, он называется бла-бла-дикт, бла-бла. И вся манипуляция с пространствами имен внутри объекта происходит исключительно путем взаимодействия с этим словарем. Это именно оно, да? Так написано в стандарте реализации языка. Вот. Другое дело, что для нас с вами все это красиво выглядит, как какие-то поля, каких-то объектов, методов, классов. В смысле методы, классов, поля. Вот это все вот красивое. Реализация такая. Наследование. Наследование – это когда нам лень повторно описывать все свойства нашего объекта, если мы хотим сказать, что он такой же, как предыдущий объект. Ну, почти такой же. Вот. Такое повторное использование. В объектном планировании есть такой момент. Мы говорим, что вот у нас есть общий класс, есть подклассы, которые как-то конкретизируют этот общий класс, добавляют туда какие-то свойства. И еще подклассы. Получается такое дерево классов. И вот эта штука, когда мы говорим, что вот наш новый класс, наш новый объект, он такой уже, как предыдущий объект, но еще кое-чего умеет. Или кое-чего хранит. Или кое-чего умеет по-другому. Вот это и есть наследование. Это повторное использование свойств объекта, когда мы создаем новый объект. Возможно, там, с другими свойствами. Вот. Вообще говоря, механизмов наследования в разных языках программирования есть несколько. Но вот помимо классов и подклассов, как в большинстве языков программирования, мы можем вспомнить еще прототипирование, как в JavaScript. Когда вы говорите, хочу вот как тот объект. Мой объект такой же, как тут. И сейчас я вам напишу, чем он отличается. Нет понятия класса. Да, мы берем как бы один объект, конструируем на его основании другой, дальше его слегка модифицируем. Или даже не модифицируем. Вот. Возможно, если кто-то здесь присутствующих знает, есть еще способы о реализации наследования в разных хитрых языках программирования, о которых я не знаю. Еще раз. На уровне попытки того общего определения нет понятия класса вообще. Свойства объекта, я забыл сказать, я думал это очевидно, я забыл сказать, что когда я говорю про объекты, я говорю просто про какие-то сущности в рамках нашей вычислительной модели. Они не имеют никакого отношения к теории объектного планирования, к этому всему. У нас есть вычислительная модель, где что-то с чем-то взаимодействует, как-то работает. Вот объекты это ее объекты. Использование классов как конструкторов для объектов это один из способов реализовать впоследствии еще и наследование. Потому что мы говорим, что у нас объект конструируется по типу того класса, а также по типу того класса, а также по типу сего класса. Вот вам нужны наследования. Что еще в рамках наследования такого интересного может нам понадобиться, а может не понадобиться? Явное или тайное, в некоторых языках тайное, знание о том, какова была структура предков, то есть тех объектов, на основании которых мы сконструировали новые. Это знание называется, если оно явное, называется интроспекцией, но в принципе оно всегда присутствует. Например, когда вы пишете даже, не знаю, на JAL и на C++, компилятор всегда знает, кто чей производный класс. Потому что на этом основании принимается решение о том, можно ли применять методы к этому объекту или нельзя соответственно. И, наоборот, есть эти методы соответственно объекта или нет? Наследование. Типичный механизм наследования, все-таки наиболее типичный, это классы и подклассы. То есть классы как конструкторы объектов и производные от них классы, такие, которые конструируют объекты, так же, как родительский класс, плюс какие-то еще немножко дополнительных свойств. Дополнительных или перегруженных, это не важно. И в питон в этом совершенно не отличается, мы сегодня посмотрим, как это делается. Наконец, полиморфизм. Полиморфизм, это, опять-таки, если пытаться определить полиморфизм в терминах, ну, знаю, какой-нибудь C++, то там будет очень довольно громоздкое и мутное определение, потому что в этом определении будут участвовать конструкции C++. На самом деле полиморфизм очень простая штука. Если наследование – это следствие нашей лени, такой, производящей лени, и в попытке описать объект по примеру предыдущего, разными способами, не обязательно только вот, да, такой же, но немножко другой, то полиморфизм – это наша попытка использовать объект по примеру предыдущего. Казалось бы, какая разница? Разница довольно большая. Разница довольно большая. Представим себе, что у нас есть какой-то хорошо описанный объект, и мы делаем новый объект, в котором есть, ну, допустим, парочка новых полей. Как будут работать операции, методы, взятые из старого объекта, унаследованные методы, с этим новым объектом? Что они будут делать с этими новыми полями? А ничего, или вернее так, а мы не знаем до тех пор, пока мы не договоримся в рамках языка, как такое повторное использование работает. Либо мы должны там что-то как-то постулировать, как именно эта работа с этими новыми свойствами должна происходить. Либо мы должны постулировать, что они никак не происходят, просто эти поля остаются пустыми. Либо мы должны сказать, что вот давай так, ты вызовешь старое свойство, а потом добавишь к нему еще что-то новое. Либо еще как-то. Все зависит от того, как мы договорились в рамках языка. В любом случае полиморфизм – штука гораздо более непростая в реализации, чем просто наследник. Вот, например, в типичных таких статических языках типа Java или C++, на каком основании вообще мы говорим, что вот этот метод может приблиняться к этому объекту? На основании знания о том, кто кого наследен. Метод родительского объекта может применяться к дочернию. Кажется так. Боюсь соврать, но кажется так. Ну так вот, в питоне и в некоторых других языках программирования, боюсь ошибиться, например, в рубе, используется гораздо более расслабленный, такой незапутанный вид полиморфизма, называемый в научной литературе параметрическим полиморфизмом. В нашем случае это почти то же самое, что пресловутый duck typing, пресловутая нервно-динамическая типизация. Функцию, ну или метод, можно применять к чему хочешь. Все. Единственное, зачем надо следить за количеством параметров в этой функции. Если это метод, то надо следить за тем, чтобы этот метод у этого объекта был. Если его там нет, его нельзя вызвать. И чтобы вот это требование о том, что мы вызываем существующий метод с правильным количеством параметров, поддерживалось на всем execution path. Мы вызвали метод, внутри него находится какой-то код, этот код тоже написан таким образом, что все вызываемые там методы вызываются из существующих объектов с правильным количеством параметров. Если внезапно оказывается, что, а, там где-то вот в процессе у вас получается так, что вот у данного объекта данного метода нет, возникает ошибка, то возникает ошибка. Б, если внезапно оказывается, что там такую операцию выполнить вообще нельзя, то на самом деле это как раз свидетельство того, что метода такого нет, или что с данным объектом такой тип операции не поддерживается. Ну, например, если мы там пытаемся сложить строку с числом. Если вы помните, я это показывал. Когда мы пытаемся сложить строку с числом, сложение выполняется. Только в процессе его вычисления, этого сложения, возникает исключение. Оно не означает это исключение, вы написали синтактически неверную конструкцию. Нет, вы написали синтактически верную конструкцию. Сложение начало выполняться, и только потом было принято решение, что такая операция невозможна. Я говорю, знаете что, я не смог превратить int в строку, и поэтому что вы тут делаете, непонятно. Ну или так. К вашему целому я не могу прибавить строку. Я пытался было прибавить, посмотрел на тип, а это строка. Прибавляйте сами, как хотите. Кстати сказать, обратите внимание, что исключения в этих двух случаях были разными. Мы об этом еще поговорим сегодня. Вот такие дела. Обратите внимание на то, что я старался не использовать никаких наукообразных терминов при описании того, что такое инкапсуляция, наследование полиморфизма. И более того, я сильно подозреваю, что в питоне оно, собственно, так и устроено. То есть там вот ровно то, о чем мы сейчас говорили, не больше и не меньше. Ну вот. Теперь мы временно от этого отвлечемся, потому что, еще раз повторяю, про наследование поговорим. А вот про инкапсуляцию мы уже говорили сто пятьсот раз. Инкапсуляция – это просто наши точечки. Что же касается полиморфизма, то это такая неуловимая сущность в питоне, потому что в питоне все полиморфично. Вы можете вызвать любую функцию с любыми параметрами, а то, что она к ним неприменима, выяснится в процессе ее вычисления. Или не выяснится, если вы написали ее таким образом, что она там что-нибудь все равно сделает. Такие дела. Так что давайте вот что сделаем. У нас есть прекрасный кусок документации в разделе «Ссылка на язык». Он называется «Data Model», в котором, собственно, определяются разные спецметоды. Это то, что я показывал в конце прошлой лекции. Вот про это мы сегодня поговорим в полной мере. Так, где она тут? Что-то, по-моему, у меня закрылось. Ну ладно. Сейчас вернемся. Так, 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 так. Вот. Хорошо. В чем суть вообще понятия спецметода? Суть понятия спецметода стоит в том, для питона, что на самом деле, боюсь соврать, но кажется, я прав. Вообще никаких операций как таковых над объектами не существует. То есть вот то, что мы видим как операция над объектами, на самом деле, это вызов их методов. Есть операция создания объекта, операция удаления объекта. Все. Все остальное – это методы объекта. В частности, мы с вами уже видели, что есть метод DICT, который дает доступ к содержимому объекта и к полям объекта. И мы можем модифицировать этот… Не метод DICT, тут вот зря скобочка стоит. Просто DICT. Нет, тут скобочки. Вместо того, чтобы работать по-человечески, мы можем модифицировать этот словарь, и получится то же самое. Мы с вами уже знаем про метод INIT, который вызывается всякий раз, когда питон нам создает экземпляр объекта, экземпляр класса. Но мы хотим его набить чем-нибудь. Помните, да? Вот что-нибудь такое. Ну и что-нибудь такое. Типа… Ну, не знаю, там. Да? И мы делаем вот так вот. И вот сюда приезжает это раз, два, три, четыре. И теперь оно там лежит. Метод INIT обладает таким свойством, что он вызывается после того, как экземпляр класса создан. Этот экземпляр класса передается, конечно же, в качестве селфа. А вот сюда передаются те параметры, которые мы передали конструктору, то есть имени класса, когда его конструировали. Это было в прошлый раз. Помимо метода INIT, есть еще метод DEL, который вызывается при, внимание, когда? При удалении чего? Самого объекта. Не имени этого объекта, а самого объекта. В тот момент, когда питон понимает, что ревкаунтер на этот объект обнулился, и объект следует удалить. Это означает, что объект удаляется не тогда, когда вы говорите DEL-имя, а когда именно вот это DEL-имя приводит к потере последней ссылки на объект. Понимаете разницу? Удаление объекта – это не то же самое, что удаление ссылки на объект. Удаление объекта происходит без вашего участия в тот момент, когда количество ссылок на него обнуляется. Вот это очень волшебные штуки. Давайте мы их реализуем. Значит, C.str А, не так. Давайте, что ли, вот так сделаем, да? Дэнс. Это мы закроем. Так, здесь делаем погромче. Да. Это слишком громко. Два, на самом деле, три метода нашего объекта волшебных используются для того, чтобы выводить его на экран. Смотрите. Ну, init. Это понятно. Self. Ну, что там? Ну, per, да, как в прошлый раз. Self.val. А нет, спер. И определим метод str. Ну, бла-бла, str, бла-бла, естественно. Этот метод преобразует наш объект в строку. Почему он специальный? Почему? Потому что мы сами только можем знать, как преобразовать его в строку. Ну, давайте здесь сделаем... Здесь сделаем так, per1, per2. И здесь сделаем per1. Что это было? Ну, не знаю, там. Да. Я по привычке нажимаю, 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 контроль е, да. Так. Per1, per2. Вот у нас два поля будет, да? Преобразуем объект в строку. Return. Ну, что-нибудь такое, типа... Вот так. Точка формат. Self. Что там? Val. Self. Точка рез. О! Давайте, кстати, посмотрим... А, тут уже нету. Давайте мы посмотрим, что будет, если мы вот этот класс C определим просто. Смотрите. Что будет, если попытаться вывести этот объект? Преобразованием его в строку займется питон, и питон примерно напишет следующее. У нас есть модуль main, то есть текущая программа, в ней есть класс C, а C маленькое – это имя, экземпляр этого класса, то есть объекта, типа mainC. Ну, вот его и. Вот. А теперь давайте попробуем здесь вот написать, C равняется C, ну, не знаю, там, 1256, да? Print C. Что не так? Тут запятая местной точки. Славливые ручонки. О! Всем видно, что здесь написано? Когда мы вызываем функцию print, внезапно она берет и превращает наш объект в его строковое представление. Откуда она его берет? Если тут про строковое представление нету, она это делает, питон это делает сам, мы видели, как он это делает, он говорит, что это класс такого-то типа, бла-бла-бла, вот это все. Если такое строковое представление есть, то он его взывает. Соответственно, вот она. Ну, давайте вот так сделаем. Давайте вот так сделаем. Так. Файл сохранить как? Ну, допустим, там, не знаю, o.py. Да! Что уж делать. И отсюда мы его проимпортим. Python 3. Это Python 3. import o. o. Значит, c равняется o.c. 12. Сейчас, шесть. Видите разницу, да? Когда мы сказали print c, print по умолчанию захотел преобразовать этот объект в строковый, и бац, внезапно нашел такое преобразование. Это метод бла-бла-стыр-бла-бла. Красиво же. Еще один метод называется репр. И делает он примерно то же самое. примерно то же самое, но на случай, когда нам нужно не print вызвать, а нам нужно вызвать, скажем так, техническую информацию о самом объекте. Вот это перегрузит метод репр. Когда нам не превратить его в строку и вывести надо, а когда нам нужно, ну скажем, stack trace выдать, в командной строке сам объект выдать. Помните, у нас была разница для строки, да? Вот, если у нас есть строка вот такая, скажем, и мы ее делаем print, то она выдается вот так. А если мы делаем ее таким образом, то от нее выдается другое представление. Вот это на самом деле просто два разных метода. str и repr. Такая же точная картина с методами str и repr, когда вы их сами задаете. Сейчас. Неудобно мне этим пользоваться. Давайте здесь какое-нибудь другое представление составим, ну не знаю, там. А здесь еще вот это. И это не оно, это какая-то странная фигура. Да? А здесь напишем type type от self. Так. А, ну как обычно, тут что-то закомментировал. Так, сейчас чуть поменьше сделаем. А, можно вот это сложить. Нам класс броузер пока не нужен, да? Вот. У нас будет выводиться три этих самых. Ну, давайте попробуем еще раз. импорт OO O, то есть C равняется OO.C Это неважно. Print C Да? Просто C. Просто два разных метода вызываются. Метод repr вызывается тогда, когда нам нужно техническую информацию выдать. Кстати, обратите внимание, что вот тут вот по вот этой операции мы это уже, помните, мы эту шутку уже проходили. Функция type возвращает просто класс нашего нашего объекта, больше ничего. Тот самый объект класса. Это то же самое, что написать print класс C. Тип объекта это всего лишь объект, с помощью которого он был сконструирован, то бишь его класс. Опять, в питоне нет ничего кроме, ничего отдельного от этой конструкции. Есть конструктор объектов, он называется типом, он же называется классом. да, функция type, естественно, его вернет. Мы этим еще сегодня воспользуемся, если успеем. Что еще интересно? Помните, у нас было, помните, у нас было, у нас была такая штука, что в питоне любой объект может быть участником логического выражения, и если он пустой, то это false, а если не пустой, то это true. И у нас даже были примеры, там, ноль это пустой, пустой список это пустой, вот это все. Ну, тут код в вашем объекте, вы можете просто определить функцию, например, bool, которая будет превращать его в dev.bool.self, ну, скажем, return, ну, не знаю, там, self.val, плохая идея, но пускай, не равно self.f, точка рез, что мы при этом получим? Мы получим, что у нас объект будет считаться пустым, если у него поле вал, поле рез равны, а если не равны, то будет считаться не пустым. Смотрите. а равняется оо.с от 12, я сказал, 12, 23, ну, что там, if a print kuku, ну, еще else print kuku а да, если a будет равняться, допустим, 12,12, да, if a print kuku s потому что мы собственноручно определили конвертацию нашего объекта в true или false на предмет того, что поля должны быть равны или неравны. по умолчанию там какая-то хитрость используется, я сейчас не вспомню, какая, то есть, если вы это не определили, то, кажется, нулевых объектов просто не будет. Вот. Python не был бы Python, если бы он не предоставлял, сейчас я это закрою, если бы он не предоставлял дополнительную волшебную фичу, связанную с этим, а именно, в действительности я немножко вас обманывал. Операции в Python это не просто тупая замена методом. Это в некоторых случаях действительно тупая замена методом, а в некоторых случаях чуть более хитрый алгоритм, называемый протоколом, определение того, как данная операция будет вычисляться. В частности, у вас может не быть метода Boo в вашем объекте, но может быть метод LEN, ну, бла-бла, лен-бла-бла в вашем объекте. Как вы думаете, зачем он нужен? Тупой вопрос. Длину возвращает. Это если у вас есть метод LEN, он просто возвращает длину вашего объекта. Вот. Давайте мы это сделаем. Раз уж вы не ответили сразу, значит, наверное, это было какое-то, какое-то... Если ваш объект является последовательностью, у него наверняка есть длина. Даже если он ей не является, все равно у него есть длина. Может быть, вернее. Ну, на этот раз делаем наоборот. self.val a.val плюс self.res Такое довольно бессмысленное такая вот довольно бессмысленная картина, при которой длиной нашего объекта является вовсе не число 2, а сумма этих самых полей. Вот. Так, конечно, никто не делает. Но зато мы сейчас поймем, для чего это нужно. Ну, во-первых, разумеется, у нас будет работать такая штука. Она будет превращаться просто в вызов метода лен, не более того. лен, но у нас будет еще и такая штука работать. Сейчас, как бы это попроще сделать? Ну, допустим, c or node нет, node. По умолчанию c, как понимаете. То есть, что это значит? Это значит, что у нас вот это не пустое. Оно и вывелось. Ну, для сравнения. or node. Eps. Понимаем. Но, если в вашем объекте нет метода true, ну, но есть метод лен, и этот метод вернул ноль, то он, разумеется, считается пустым. В каком случае у нас ноль возвращается, если эта сумма равна нулю? Окей. b равняется o.c ну, скажем, от 12 минус 12. len от b от b, я сказал, ноль. Понимаете, да? Мы реализовали, значит, превращение объекта в интерпретацию как true, как пустого или не пустого. Это чуть более сложный протокол, чем просто реализация метода bool. Вы можете не реализовывать метод bool, зато реализовывать метод len, и все, все покажется. Вышла ошибка. Да. Вышло бы исключение, потому что, ну, смотрите, вот у нас есть, скажем, целое число, у которого нету длины. вот. Чтобы быть до конца, честно. Вот. Значит, вот здесь я останавливаться, здесь я останавливаться слишком глубоко не буду, потому что это уже залезание в еще более глубокие кишки, хотя это довольно интересные кишки. Так что, может быть, остановлюсь. Смотрите-ка, метод get-atter, get-attribute, set-atter, дел-atter, deer. Вы можете перегрузить сам факт инкапсуляции? Нет, давайте я все-таки покажу, это прикольно. Смотрите. Какая разница? Ну ладно, пускай будет self. вы же понимаете, что здесь все что угодно можно написать. Get-atter – это замена операцией точка на чтение соответствующего атрибута. Соответственно, мы получили такой неполноценный, довольно ублюдочный класс, в котором атрибут-то получить можно любой, но мы не знаем про это. смотрите. Так-то, конечно, никто не делает, просто я поэтому не хотел про это рассказывать, но соблазн был слишком велик. дир-о-ц. Дайте лучше так. Это нагляднее. тем не менее. А можно вопрос? Да. Почему тогда подчеркивание дикт не выдал в науке? Ну, не является полем. Давайте посмотрим еще сюда. какие у нас есть поля у этого класса? ИНИТ, СТР, РЕПР, ЛЕН, ГИТАТР, и при создании нашего объекта появляется еще поле ВАЛ и поле РЕС. Где вы видели, но? А, смотрите, я понял ваш вопрос. Прошу прощения, теперь я понял. Все те методы, которые уже определены, они имеют... Если он их не нашел в дикте, только тогда он будет вызывать гитару. То есть сначала он прошарит в дикте, посмотрит, есть ли там такие атрибуты, если они есть, обратится к ним, а если нет, он тогда вызвает гитару и посмотрит, если он есть, перегруженный, и попробует его скалькулировать. Именно для того, чтобы происходило это не так, существует метод гитатрибют, который, наоборот, вызывается перед этим. Это очень опасная штука, вы понимаете? Вот. Ну, соответственно, метод сетаттер, это когда вы присваиваете значение какому-то атрибуту, возможно, несуществующему. Вот, делаттер, когда вы его удаляете, помните, вы можете удалить любое поле любого объекта, если сами его сделали. Вот. И еще дир можно переписать, чтобы он все это показывал. Вот. Но этого же делать не будет. Получилось, благодаря гитару, чтобы, допустим, какой-нибудь пользователь, который не знаком с нашим классом, допустим, какой-нибудь пользователь, и мы подберим так, чтобы, якобы, исключение появляться на самом деле это не так. Смотрите, все, что угодно, можно запрограммировать на Питоне. В том числе и то, что вы сказали. В данном случае речь идет о другом. Вы можете использовать вот этот механизм классов, атрибутов и всего остального вообще не для того, чтобы хранить поля в объекте. Да? Очень удобно. что-то, точка, что-то. Хлобысь вам приезжает в значение. Давайте вот так вот сделаем, да? Давайте здесь напишем так. if at не хотел про это рассказывать. random return ну вы меня поняли, да? давайте так сделать. Вот. то есть вы можете использовать этот механизм механизм капсуляции вообще не для того, чтобы реально хранить какие-то поля. а для того, чтобы обеспечить доступ пользователя к каким-то вычисляемым значениям. Почему бы нет? другое дело, что если вы планируете, что потом человек будет просматривать содержимое класса, будет пользоваться функцией dir, чтобы посмотреть, какие есть поля, будет пользоваться функцией, между прочим, хэзаттер хэзаттер c запятая рез чё? ну да, действительно, в объекте c есть атрибут рез а вот если мы здесь напишем пресловутый random, разумеется, здесь а, ну, понятно, он обратился к гетаттеру, увидел, что он есть, чёртся, не удалось обмануть, ну, хорошо, понимаете, да, то есть он сходил к гетаттеру, гетаттер есть, значение вернул, значит, атрибут есть, всё хорошо, вот, здорово, ну, окей, такая же точная картина, если вы хотите, если вы хотите сымитировать самостоятельно, какое-нибудь хранилище, например, последовательность спискообразную, а может быть и не спискообразную, а может быть и не последовательность, то есть, смотрите, последовательность это ведь что такое, это штука, которая поддерживает протокол итерирования, ваше хранилище может, например, не поддерживать протокол итерирования, но зато поддерживает там метод гетаттер и сэтайзер, вот, ну, как словарь, в котором нет возможности сделать итератор по индексу, например, вот, мы с вами Мы уже знаем, что метод Гетайтим, мы это знаем, когда разбирали словари, что метод Гетайтим – это всего лишь замена квадратной скобочки. И что если в эту квадратную скобочку напихать разные конструкции, то они по-разному будут интерпретироваться. Помните это, да? Или нет? Давайте еще раз это вспомним. У нас будет такой... Нет, давайте, слушайте, новый, мне уже надоело. Вот так. Так, метод сохраним. Сейчас, давайте я его переименую. mvo. Сейчас, md. Вот. Так, vim. Что-то vim неудобнее, честное слово. mdate 02.5 Вот. Чтобы просто импорт можно... А-а-а, импорт такой не скажешь. Черт. Хорошо. Плохо. Хорошо, ладно. Я принял решение. А там будет видно. Что это было? А, это был наш... 02, 03, значит. Вот. Давайте мы определим класс С, в котором будут всякие интересные штуки. Ну, например, в нем будет метод getItem, self, и здесь будет что? Здесь будет, ну, какой-нибудь индекс, idx. И здесь мы просто будем возвращать, знаете, что? Достаток отделения на два. Вот. Давайте посмотрим, как это будет работать. А, давайте мы не так сделаем. ln-soo.p Вот этот тендейт. Вот так вот. Будем метод o-o... Мы будем файловый использовать. да вот так вот c равняется c равняется о . c там по моему конструктора нет вот ну там вообще ничего нету мы просто перегрузили метод где-то гитайцын да по-хорошему так конечно делать не надо если вы делаете метод гитайцын наверное если вы используете операцию с квадратными скобочками наверное вы все-таки хотите сымитировать последовательность но в действительности все это исключительно договоренность между вами программистами и гвида да что мы квадратные скобочки используем для индексирования на самом деле квадратные скобочки это квадратные скобочки если мы здесь пишем что-то типа такое вот то мы получаем обычный обычный type error потому что к нам приехал помните что проезжает когда мы делаем вот такую штуку кроме делом сечения не помните объект типа слайс приезжает его действительно нельзя к нему привить операцию проценте ну потому что поэтому возникла ошибка но мы можем это сделать мы можем написать вот так смотрите ну-ка есть слайс он просто слайс да он будет просто слайс просто слайс отлично и в тайп под и dx из пинт и где хорошо да и из бинт такую штуку или в тайп под и dx из слайс из да и да да другое ну не знаю ритюру чарить он к нить извращение дать вспомним сейчас дайте дайте вспомнить кислоте есть поля старт стоп стоп я забыл они все на буквы с это отлично return и dx . старт и dx . стоп стоп о спасибо вот получивший класс будет поддерживать поддерживать также и сечение что там у нас импорт ооо импорт про плюс c равняется ооо точка c как сделайте так и будет работать вот ну мы можем еще вспомнить что там можно передавать вот тут можно передавать всякие вот такие штуки чё он сделал а что он туда передал вообще кто помнит я не помню если бы он передал тюпуль он бы сейчас вырвался сейчас ай это джинни не хочу джинни хочу вим а он ничего не сделал смотрите он передал тюпуль поэтому поскольку он не инт и не слайс он вернул на вы были правы а я тормозил все правильно ничего удивительно так что так что правильно сработал в общем вы меня поняли там можно было передать вот этот помните три точки эллипсис все что угодно вы реализовали метод гитайте точно так же точно так же вы реализуете метод с этим который присваивает какие-то значения дел а этим когда вы удаляете соответствующее значение вот а еще есть метод миссинг про который узнал только сегодня это что делать в случае если гитайте возвращает этот самый индекс ера гитайте сработал индекс ера сработал но вы можете вы переопределить реакцию и определить метод миссинг в котором что-нибудь такое проделать вот и совсем другой клинкор это метод итер если вы определяете метод итер ваш объект становится последовательности давайте мы сейчас определим метод итер мне кажется от наличия метода итер гитл итер селф итер итер ну не знаю там итер вот ква вот знаете что в результате будет я сейчас бы запущу цикл for по этому самому экземпляру класса ц А он нам выдаст ква Импорт ООО С равняется С Ча? ОООС Да? Ну, скажем, лист от С Ваше предположение Все честно Мы взяли Мы взяли iter от С Нам iter от С вызвал вот этот метод Итер от С Вернул он какой-то совершенно запредельный итератор Не имеющий отношения к действительности Потому что мы так это запрограммировали Вот Да Ну Понятное дело, опять-таки Я это делаю на скорую руку На самом деле так никто не делает Но в действительности Именно этот механизм Используется, когда вы превращаете Итератор Когда вы говорите, что по вашему объекту Можно итерировать Вы возвращаете какой-то итератор Вот здесь, методом Если в вашем объекте Нету метода iter Но Есть метод getItem И метод len Оба То есть Из него тоже можно сделать итератор Взять нулевой объект Первый, второй, третий, четвертый И так дальше Что еще Вот типичный пример Кстати Типичный пример Такого сложной логики Это метод Reversed Метод Reversed Это всего лишь поддержка Функции Reversed Которая возвращает итератор По вашему По вашему объекту Задом наперед Помните такое Мы этим даже пользовались Помните как-то Не помните Ну в общем можете мне поверить Что это так Или давайте А равняется Reversed Вот Сейчас Это не так А вот так Сам по себе Он является итерируемым объектом Да Но если мы сделаем вот так вот То мы увидим его задом наперед Пройдемся по ним Так вот Ваш объект Может предоставлять метод Reversed И тогда Reversed от него Вернет тот итератор Который вы ему покажете Либо В вашем объекте должен быть GetItemElen И тогда Реверсед Метод Reversed скомбинирует их Он сначала проверит Если у вас атрибут Reversed Если он есть Вызовет его Если его нет Он проверит Если есть длина И GetItem Он будет просто сам Организует Организует итератор GetItem 0 GetItem 1 И так далее Да GetItem длина минус 1 Еще один пример Когда Операция Которая в питоне Определена как функция Reversed Имеет сложную логику Она либо такое делает Либо сякое Ну и наконец Метод Contains Определяет содержится Элемент в Вашей последовательности Все вот эти Напоминаю Все вот эти методы Спецметоды Нужны для того Чтобы имитировать Последовательность Ну или какое-то хранилище Так Чуть-чуть мы запаздываем Чуть-чуть запаздываем Ладно Постараюсь чуть быстрее Имитация чисел Тут у нас Вот если вы пройдете По ссылке Вы увидите Что этих спецметодов Сейчас я сложу Вот чтобы было видно Хэш Энит Дел Сравнение Пожалуйста Определен метод сравнения Отлично Меньше чем Больше чем Если мне не изменяет память Их надо определить Два Вот А нет Не два Больше Какое-то количество Их надо определить Чтобы они работали Операции сравнения То есть Смотрите Двух Равно И какое-то не равно Двух А если у вас нет Операции порядка Как такового Если эти операции Не являются Если эти Эти функции Не являются Функцией порядка Да Значит Смотрите Вот Если мы еще Скажем Определим Вот такую штуку Там не знаю Меньше Чем Да Не успеваю Слушайте Я слишком Увлекся Вот этими Красивыми Картинками Точка Давайте определим Какой-нибудь Нет А нет Давайте Вот что сделаем В эту Уберем Эту Мы уберем Вот А сделаем Новый Нет Ну там Вар Селф Точка Вал Равняется Вар Дев Меньше Чем Селф Азер Окей Наследование Видимо В следующий раз Ну ладно Че поделаешь Return Селф Точка Точка Ва Ага Спасибо Ва Л Меньше Азер Точка Ва Точка Ва Вот Значит Это Вот этот Да Значит 0.4 Так Луны Минус С Минус С О1 Наврат Вот такую Штуку О1 Точка П Чтобы Можно было Его по имени Так Вызывать Коротко П Пайтер 3 Импорт Импорт О1 Смотрите Какая вещь Ну Для начала Понятно А равняется О1 Точка Что там С Да 223 Б равняется О1 Точка С От 12 А Меньше Б Меньше Б Я сказал False А больше Б True А меньше Равно Б Нельзя Определить Почему Потому что У нас нет Операции Равно Да Вот если бы Еще здесь Определили Равно Тогда бы Все было Хорошо Мы могли бы Тут крупно Извратиться Мы могли бы Что сделать Мы могли Сделать Гитатор В этом Гитаторе Сходить Сходить К полям Целого числа И тогда бы Оттуда Вернуть Но Боюсь Что Ну Видимо Нельзя Да Должно быть Меньше Либо равно То есть Там Должно быть Две операции Не одна Вот Вот теперь Будет работать Там есть В питоне Есть В каком-то Из модулей Я сейчас Не вспомню В каком То что Вы говорите Вы говорите Давайте мы Задекорируем Этот объект И если у него Есть хотя бы Правильная Одна операция Сравнения Все остальные Операции Сравнения Из нее Вывезем Вот Про декоратор Мы будем Говорить В следующий раз Как раз Может быть Я и про него И вспомню Вот теперь У нас Будет все Работать Если мне Не изменяет Память А кстати Может быть И нет Слушайте Нет Все-таки Нам нужно Было Определить Ее Вот здесь Вот так Вот Л И вот Тогда бы Она заработала Что поделать Своих Мозгов Он туда Не вкладывает Да То есть Вкладывание Мозгов Это отдельная Тема Вы можете Запрограммировать Вот И теперь Теперь оно Работает Да Почему так А потому что Они равны Что ли Что А это одно и то же Нет Почему не так Я что-то не то сделал Да Да Действительно Спасибо Ну вот Хорошо Что вы следите За происходящим Так Значит Мы определенно Не успеваем Сегодня поговорить Про наследование Ну и ладно Значит Давайте лучше Поговорим Вот про что Помните У нас В Этом самом В Операции Индексирования Поддерживалась Пересылка В качестве Индекса Тюпля Который Не поддерживался Ни одним Стандартным Объектом Питона А поддерживался Только Объектами Типа Ирей Которые То ли В Нумпы Можно было Найти То ли В модуле И так далее Так вот В Питоне Есть стандартная Операция А нет Давайте сначала Определим Операцию Ад Да Дев Ад Сал Точка Азер А вот здесь Довольно Забавная Штука Что мы Должны В результате Пролучить Какого Типа Объект Будет Происходить При складывании Двух Объектов Типа С Видим Объект Типа С То есть Мы должны Сделать Вот так Вот Ретурн С От С С От С Вау Плю Вау Плюс Азер Точка Вау Тем Самым У нас Будет Порождаться Новый Объект Класса С Мне кажется Это Правильно У1 Точка С От В Б Равняется У1 Точка С От А Плюс Б Футанута Нам еще что нужно сделать Чтобы она по-человечески Писала А? Репр Листер Да Дев Репр Репр Вот Селф Ретюрн Что-нибудь такое Да Точка Format Self Точка Вау Так Давайте еще раз Повторим Рез Рез О Обратите внимание Как работают операции Сложения Да Вызывается метод Это то же самое Что А Точка А От Б Че А С Блабла Вот так Что я хочу Успеть сегодня Сказать Это тот факт Что На самом деле Вот эти операции Не такие простые Какими кажется Вот на первый взгляд Казалось бы Ну все проще Некуда Первое Давайте мы определим Какой-то совершенно Левый класс В котором будет поле Вал Да Как вы думаете Что будет Если Напишу Вот так Хорошо Мы имеем дело С вами С Параметрическим Как его Полиморфизмом Он же Дактайпинг Есть В поле Вал Можно сложить Какие проблемы А что будет Если я напишу Вот так Будет хорошо Но по-другому Нет поля Нет поля Нет операции АД У метода Д У объекта Д Все нормально Но на самом деле Жизнь еще Слегка сложнее И на этом Видимо Мне придется Сегодня закончить Да И собственно Мы тогда Подъедем Жизнь На самом деле Еще слегка сложнее Пример Мы с вами знаем Что в питоне Есть умножение Строки на число Как мы теперь Понимаем Это должно Выглядеть Примерно так Точка Мул На число Что такое Умножение числа На строку Ну наверное Это 4 точка Мул На строку А ну О Вот это более правильно Смотрите Почему так По очень простой причине Когда мы вызываем Метод умножения Метод мул У строки Он хорошо знает Как умножать Строку на число Очевидно Мы знаем Как умножать Строку на число Ее надо приклеить Само к себе Н раз Н-1 раз Когда мы вызываем Метод умножения У числа Человек число Вообще Не знает Как его умножать На строку Мало ли что за объект Тут приехал Он не число И тут есть два пути Путь первый Сказать Знаете что Я не умею на себя Умножать строки Эксепшн Не реализован Метод умножения Числа на строку Путь второй Слушайте Я знаю Я число На меня умножают Всех Кого не лень Я сам Не умею Но Тимплименты Попробуйте Сами Умножьтесь Что это значит Это значит Что мы просто Вызовем Метод умножения Строки На число Но поскольку Они совершенно Не обязательно должны быть Как это называется Свойства перестановки Коммутативные Они не обязаны Быть коммутативными Поэтому мы вызовем Другой метод Он называется Это то же самое Что строка Точка Эрму На число Вот То есть Логика Операции умножения А также всех остальных Операций Там практически все поддерживают Такая Мы сначала Скажем В виде Операцию плюс Вызываем Первый объект От второго объекта Если Если Эта операция Возвращает Специальный объект Not implemented Это такой объект У него еще тип Not implemented Я так думаю Да Так вот Если Такая операция Вернет специальный объект Это означает Следующее Я довольно популярное Такое С чем складывают Но само не собираюсь Складываться со всеми подряд Я не знаю Я не знаю Как там реализовали Сложение Со мной Вас Складывайтесь Сами Это относится К умножению Сложению Делению Во всей этой ерунде Еще раз Мы пробуем Сначала Просто метод Первый объект Точка Метод В скобках Параметра Второй объект Если Не получается Вот таким способом Не получается Возвращается Not implemented Мы пробуем Второй объект Точка Метод От первого объекта Если И то Не то не получается Мы говорим Не реализован Вот как здесь Вот так Реализованы Операции Практически Все Почитайте статью В ней Boost Чтобы закрыть Эту тему Кажется Тут еще Одна была Маленькая темка Инкрементальная операция Вот я про них забыл сказать И это все Собственно сегодня Помните Операцию Плюс равно Помните Что в некоторых случаях Плюс равно А плюс равно Б Это А равно А плюс Б Четко А в некоторых случаях Например В случае Списка Это совершенно Отдельная операция Которая Увеличивает список Не помните Смотрите Если А у нас Равно Единице То А плюс Равно Двум Раскрывается Как Возьмем А Возьмем Два Прибавим Получим Новый объект Назовем его Именем А Если же А у нас Это список То операция А плюс Равно Ну скажем Другой список Раскрывается В совершенно Другую картину Другая логика Поведения Мы не меняем Объект А Мы добавляем В него Вот эту вот Это то же самое Что Экстенд Почему так Да потому Что у операции У объекта А Определен метод Р Иады Вот он Метод Досложения Прибавления Вот этот самый Метод Прибавления Если он Определен Будет вызываться Когда нам цели Плюс равно А также Метод Примножения Все Больше тут нет Ну по идее Есть еще При делении При вычитании При все остальное Вы можете Реализовать Операцию Слэш Плюс Плюс равно Слэш равно Там процент Равно еще как-то И она будет работать Не так Как по умолчанию Но если вы не реализовали Будет вызван Сначала плюс А потом равно А да Есть еще Я еще одну вещь Вспомнил Но на этом точно все Есть еще одна операция Которая не поддерживается Ни одним стандартным объектом Это операция Вот такая 1 2 Не поддерживается Ни одним стандартным объектом Это операция Матричного сложения Она поддерживается Матрицами Ну или мы можем Ее сами реализовать Сейчас давайте Мы ее реализуем На этом закончим Она называется MathMool MathMool Вот Self Other Какая разница Да Математический Мул Вот Давайте мы теперь И на этом закончим Все это безобразие Import O1 O1 Import Import Я тороплюсь O1 A равно Нет B B B B B B B B Есть гипотезы, что она называется MathMool MathMool Давайте посмотрим Сейчас Давайте посмотрим Вот здесь Она же будет Есть список MathMool Что вы говорите MathMool Где-то здесь она должна быть MathMool Да, действительно Почему MathMool А, матричное Не математическое А матричное умножение Фу ты, господи Спасибо большое Все Значит Так Убираем Запускаем Ой Что это такое Вот Ну наконец Все Спасибо Если есть вопросы Задавайте Значит В следующий раз Тогда мы добиваем Тему наследования Она слегка теоретическая Потому что Я не собираюсь в это вдаваться Ну правда И разбираем Несколько Довольно волшебных Новых тем По которым Видимо Домашних заданий Уже не будет Потому что У нас Сколько осталось Сколько осталось Сколько осталось Лекций Раз Лекций Осталось Два И три Да Пятнадцатого Лекцию уже устраивать Не стоит Или стоит Можно Пятнадцатого Еще можно Тогда у нас будет Еще одна лекция С домашним заданием Какая-то Ну видимо Следующая Не знаю Как я это организую Возможно Я Лекцию прочту на одну тему А домашнее задание Дам на другую Вот И две последние лекции У нас без домашних заданий Они будут посвящены Таким штукам На которые Я домашнее задание Дать просто не решусь Или не смогу Вот И так В следующий раз Мы добиваем наследования И поговорим Ну например Не знаю Про исключение Вот Как можно лекцию На исключение сделать В смысле Домашнее задание На исключение Можно наверное Можно Ну хорошо Все Спасибо большое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому